Хорошо, спасибо большое. Ну да, проблемы с веб-камерой, я до сих пор не разобралась, в чем суть. Но я думаю, это не самое главное. Главное, презентацию видно и меня слышно. Итак, сегодня поговорим о сервисах, которые можно использовать в совместной деятельности, в проектной деятельности, и в школе, и в библиотеке. И поговорим о трех форматах, в которых можно работать. Это виртуальные доски, это ментальные карты, это презентации. На самом деле, сервисов, которые предлагают услуги совместной деятельности, все-таки немножко больше, но вот чаще всего они связаны с тремя этими форматами, поэтому я их и выбрала. Конечно, описать все сервисы в рамках одного вебинара, это невозможно. Это надо отдельный, а может и не один вебинар по тематике проводить. Поэтому я сегодня расскажу о тех инструментах, которые знаю, которые пробовала, тестировала, смотрела. Да, ссылочки, как всегда, у нас в чате будут. Кое-какие виртуальные доски мы даже протестируем сегодня в режиме реального времени. Можете на них порисовать, какие-нибудь картинки позагружать и так далее. Вот такой у нас сегодня будет вебинар. Правда, последовательность моего рассказа я немножко изменила. Начну с ментальных карт, потом перейду к доскам, ну и закончу презентациями. Ну, давайте начнем. Итак, для тех, кто не очень хорошо знаком с этим форматом, я напомню, что ментальные карты, и по-другому их еще называют карты ума, интеллект-карты, это хороший способ для того, чтобы структурировать информацию. Ну, вот сейчас на слайде как раз пример. Рассказ о книге. В центре обложка этой книги, название истории, а дальше вокруг нее в виде древовидной такой структуры расположена другая информация. Автор книги, дата создания, герои, сюжет и тому подобное. Какие-то иллюстрации, может быть, экранизация этой книги. И многое-многое другое. Вот с помощью вот такого вот древовидной схемы будет это отражаться. Этот формат называется «Ментальная карта». Для чего он может пригодиться? Ну, вы наверняка уже, может быть, даже придумали, как ее можно использовать, а может, и уже используете. Чаще всего используют для мозгового штурма, для структурирования информации. Очень хорошо пригождается в исследовательской деятельности этот инструмент. Можно так записи вести, можно давать домашние задания детям, прочитать параграф учебника и нарисовать ментальную карту по этим материалам. Можно создавать свою портфолио, организовать совместную работу и многое-многое другое. Сервисов для создания ментальной карты достаточно много. Я отобрала те, которые предлагают возможности совместной работы и которые дают возможность создать больше, чем одну ментальную карту бесплатно. Потому что абсолютно бесплатного не так уж много у нас сейчас осталось. Итак, ну для начала сервис кукол. Давайте я вам ссылочки в чат покидаю, чтобы посмотреть, как это смотрится со стороны. Итак, ну вот сразу тарифный план. Предлагается в бесплатном варианте создать три личные диаграммы, но они же ментальные карты. Вы можете их скачать в формате PDF или в формате изображения к себе на компьютер. Ну еще есть несколько частностей. Неограниченное количество картинок для загрузки. На этой виртуальной ментальной карте можно рисовать, писать и добавлять картинки и гиперссылки. Она очень простая совершенно. Это ментальная карта. И сервис минималистичный. То есть никаких шаблонов нет. Вам сразу предлагают вот такую пустую белую доску, белый лист, на котором, щелчком мышки, мы создаем первый центральный блок, который у нас по центру будет. Давайте я указку подключу. Вот этот центральный блок создается. Ну а дальше все здесь интуитивно понятно, что называется. Через плюсики добавляем новые блоки, протягиваем линии связи. И к каждому блоку мы можем прикрепить ссылку, картинку и иконку. Сервис предлагает совместную деятельность. Это сервис, вообще-то, я забыла сказать, что он интегрирован с Google. То есть для регистрации здесь нужен Google аккаунт, ничего более. Можно зарегистрироваться с помощью аккаунта Microsoft или Apple. Такое тоже возможно. Ну а пригласить к совместной деятельности можно по адресу электронной почты. Количество участников здесь не ограничено. Более того, для каждого участника можно выдать разный уровень доступа. После того, как он присоединился или его пригласили, вы можете этому участнику, списочек участников будет отображаться вверху справа, и вы можете каждому участнику предоставить доступ. Либо это будет автор, который может редактировать ментальную карту, либо это может быть просто читатель, либо он может читать и создавать свои копии и их редактировать. Ну вот чтение и создание копии – это хорошая штука. Например, если вы какой-то шаблон создали в ментальной карте, даете его учащимся, школьникам, читателям, чтобы они его скопировали к себе, отредактировали и создали на его основе свое. В общем, все здесь достаточно просто. Сервис русифицирован, работать несложно. Единственное, что это нужен Google аккаунт для того, чтобы работать. В помощь совместной деятельности здесь есть чат. Вот так он выглядит, значок с кавычками. Вы можете его открыть и там обмениваться мнениями, писать комментарии, замечания и все остальное. Готовую картинку, готовую схему. Можно скачать как рисунок, как PDF. Можно получить ссылку и код для публикации. В общем, все возможности здесь присутствуют. Раньше сервис вообще был абсолютно бесплатный, но сейчас ограничился тремя картами. Давайте еще посмотрим. Сервис SpiderScribe. Он давненько существует, он уже более десятка лет на рынке ментальных карт. Интерфейс не изменился, поэтому часто ругают за архаичный интерфейс. Но, несмотря на свой архаичный интерфейс, у него очень неплохие возможности. После регистрации сразу предлагают подписаться на какой-нибудь платный тариф, но нам нужно то, что написано внизу мелким почерком. Это возможность создать персональный аккаунт бесплатный. Здесь можно создать неограниченное количество публичных ментальных карт и три частных, то есть закрытых только для себя. Но при всем при этом дают только 3 мегабайта для загрузки своих материалов. То есть если мы будем грузить свои картинки, то надо искать маленькие, небольшого размера, легенькие. Ну а так в целом количество карт не ограничено. Это хорошо. Давайте смотреть. Тоже здесь выдается вот такое поле. Сервис, правда, англоязычный, но кнопочек здесь немного, поэтому можно достаточно быстро разобраться. Вот на этом поле мы просто загружаем разные элементы. Они у меня в красную рамочку здесь выделены. Тексты, текстовые документы можно загружать. Картинки, добавлять карты и календари, если необходимо. Дополнительно, как только мы какой-то объект загрузили, с правой стороны открывается рамочка с его небольшими настройками. Ну, например, картинку нам предлагают, рамочку к ней добавить, там еще какие-то возможности дополнительные. И вот таким образом мы можем блоки между собой соединять тоже линиями, и получается у нас своеобразная ментальная карта. Единственное, что здесь нельзя, это видеоролик загрузить, а так тексты, картинки, карты, все остальное вполне хорошо работает, загружается и, в общем, все это неплохо смотрится. Что у нас на выходе? Готовую работу можно скачать как рисунок и как ПТФ, можно распечатать на компьютере и можно пригласить, конечно, соавторов для совместной работы. Вот так выглядит окошко для приглашения соавторов. Напоминает немножко Google. Опять-таки, после того, как мы по электронной почте приглашаем соавтора, выставляем ему уровень доступа. Editor – это редактор, View-only – это просто читатель, который сможет смотреть, но не сможет редактировать. Ну и после этого нажимаем на кнопку Save и отправляем. Всем участникам, которых мы приглашаем в совместную деятельность, и в предыдущем сервисе, и в этом придется зарегистрироваться. Здесь регистрация обычная через адрес электронной почты. Ничего особенного. В общем, довольно неплохой сервис, он по-прежнему хорошо работает. Вот, единственный недостаток английский язык и ограниченные возможности для загрузки картинок, то есть в рамках 3 мегабайт. Давайте смотреть еще варианты. Mindmaster. Тоже давненько существует сервис, вот тут с интерфейсом все в порядке. Все красиво, все на русском языке, русифицировано, очень просто. В нем работать тоже 3 карты бесплатно. Сотрудничество в режиме реального времени предоставляется, поддержка по электронной почте, все чудесно, но... Они в бесплатном тарифе, вот здесь не написали, но на самом деле бесплатно можно загружать только тексты и текстовые надписи и ссылки. А вот что касается картинок, к сожалению, кнопочка «Медиа», она будет здесь платной. Нам предложат быстренько переключиться на платный тариф. Все основные кнопки, в общем, рабочие. Мы тоже создаем вот такое окошечко, стартовый блок, и от него тянем разные другие блоки в разные стороны. Каждому блоку мы можем прикрепить связку, вот эту вот линию, например, комментарий написать, текстовую заметку, прикрепить ссылку какую-то, ну и организовать задачу. Это для бизнес ментальных карт, когда там какую-то задачу ставим участникам, что-то когда-то сделать. В разделе вот с кисточкой здесь можно красиво оформить, то есть поменять там заливку, рамки, размер и тому подобные вещи. Можно добавить иконку и выбрать вид ментальной карты, как эти линии будут красиво смотреться. Вот. Через кнопочку «Инвайт» мы приглашаем соавторов к совместной работе, тоже по адресу электронной почты рассылаем приглашение. Я вам ссылочку дала, там уже ментальная карта, созданная давненько, она с картинками. Сейчас, к сожалению, они полностью кнопку «Медиа» закрыли для бесплатного тарифа. Поэтому пришлось мне от этого сервиса отказаться, хотя я им довольно часто пользовалась. Что тут можно сказать? Ну, готовую работу. Можно получить на нее ссылку и код для встраивания. Опять-таки, скачивание и тому подобное, это платная версия. Но вы можете сделать скриншот, если хотите как картинку сохранить, можно сделать скриншот. Ничего страшного в этом нет. Опять-таки, для совместной работы нужна регистрация всех участников. Ну, вот так выглядит окошечко для приглашения. А с левой стороны, это я открыла возможности редактирования. Здесь можно и шрифты выбрать, и красивые рамочки подобрать, и линии нарисовать, и цвет блоков изменить, и многое-многое другое. Так что, с точки зрения красоты, здесь все в порядке. Я вот переключилась на этот сервис, сервис Миндома. Сейчас покажу вам свою работу, которую я сделала в этом сервисе. Он, в общем-то, с такими же ограничениями. Три бесплатных ментальных карты. Вот что у меня с ним получилось. Здесь у меня ментальная карта, созданная с картинками, с гиперссылками, и с видеороликами. То есть, все основные форматы здесь присутствуют, и все вполне рабочее. Миндома тоже переведен на русский язык, и он очень похож на предыдущий сервис, вот как близнецы-братья практически. Такие же блоки, такие же кнопочки. Кнопочка плюс добавляет разный контент, тексты, картинки, видео, гиперссылки. Дальше, следом, идет кнопка оформления, которая отвечает за стиль, за форму, за заливку, рамочки и тому подобное. Можно ветки нарисовать, такие, какие мы хотим. Можно шрифт поменять. Ну и есть еще ряд дополнительных возможностей, которые не так особенно пригождаются, но все равно через кнопки можно посмотреть все. Вот так выглядит рабочий момент. У нас новые блоки добавляются вот здесь, вверху. Надо не потеряться. А весь контент вот здесь внизу, через кнопочку плюс. Ну вот, пожалуйста, я открыла раздел, что можно добавить. Тексты, ссылки, комментарии, видео. По ссылке с YouTube добавляются. Картинки. Можно загружать только с интернета. Интернет-картинки по ссылочке. Иконки. Ну, аудиозаписи. Здесь платная опция. Поэтому ничего о ней сказать не могу. Ну и можно дополнительно выбрать разные соединения между собой для красоты. В общем, вполне функциональный сервис. Недостаток, что только три карты. Что можно сделать с готовой работой? Можно на нее получить только ссылку. Кода, к сожалению, не дают, хотя я через генератор кода сделала и вставила себе в блоге. Все хорошо там стоит и работает. Так что, в принципе, если очень захочется, код тоже можно сгенерировать. Уже самостоятельно. Так выглядит форма для отправки приглашения. Вы можете выставить, опять-таки, возможность разного доступа как редактору, как смотрителю, читателю, и как желающему просматривать и копировать. Опять-таки, как только участник получит от вас приглашение, ему нужно будет зарегистрироваться для того, чтобы принять участие в совместной деятельности. Ну и вот этот сервис, который абсолютно бесплатный, поэтому я его в конец поставила. Он такой малоизвестный, но он уже давненько существует, Mind42. Интерфейс у него тоже очень такой, архаичный немножко, но зато он абсолютно бесплатный и позволяет создавать тоже очень простые ментальные карты с помощью добавления картинок, текстов и гиперссылок. Видео здесь, к сожалению, не добавить, хотя можно ссылку на видео прикрепить, и, в общем, иногда этого вполне достаточно. Нам, опять-таки, дают вот такое пустое пространство в клеточку, на котором мы будем размещать наш контент. Здесь все очень просто. Плюсик добавляет новый элемент, плюсик под блоком добавляет разный контент и новые блоки, связывая их между собой в одну большую структуру. Здесь я несколько скриншотов сделала, как это все работает. Картинки добавляются по ссылке из интернета. Эти картинки можно прикреплять как ссылочками маленькими, тогда их никто не увидит, а можно развернуть их прямо внутри блока, и они будут отображаться в более большом формате, их сразу будет видно на предварительном просмотре. Майн 42 дает практически, ну, если не сказать неограниченные, то очень хорошие возможности. Можно получить ссылку на карту, код, чтобы встроить на страницу сайта или блока, можно скачать как картинку, и можно как PDF скачать. И пригласить с авторов, конечно же, тоже можно, по электронной почте. Вот таким образом. Сервис англоязычный, но он достаточно простой, даже переводится через Google-переводчик, поэтому здесь, ну, трудности, если то, они весьма небольшие. Через кнопку No Collaborators мы приглашаем по электронной почте участников, которые смогут стать вашими со-редакторами над этой картой. Вот. Вот такой вот краткий небольшой рассказ о самых известных, на мой взгляд, ментальных картах. Если вы знаете еще какие-то, то пишите в чате. Я обязательно возьму их на заметку и, может быть, добавлю их в свой обзор. Вот. Есть еще ментальные карты, которые предполагают только индивидуальную работу. Есть, например, такой сервис Bubble, который только для вас. Вы не можете там приглашать с авторов, работаете только самостоятельно. Еще ряд инструментарий есть. Ну, в общем, вы можете и в интернете найти множество разных других интернет-сервисов. Я выбрала, на мой взгляд, такие более-менее подходящие для работы. Вот. Ну, теперь посмотрим на виртуальные доски. У виртуальных досок, в отличие от ментальных карт, у них, на мой взгляд, немножко побольше возможностей. То есть это такие пространства, страницы, иногда они бесконечные, на которые мы прикрепляем тоже разный контент. Мы их не связываем между собой, эти блоки, какими-то линиями, но, может быть, в какой-то логике это все прикрепляем, разные материалы, и потом используем в работе. Виртуальные доски помогают, опять-таки, для проведения уроков, онлайн-обучения. Часть стали их использовать, когда вместе с учениками мы пишем на доске, добавляем какие-то материалы. Виртуальную доску используют для демонстрации каких-то творческих работ. Я вам по ходу рассказ, несколько таких ссылок покажу, когда у нас какой-то конкурс прошел, и мы на виртуальную доску представляем работы участников этого конкурса, например. Что еще? Мы можем коллекции цифровые создавать с помощью виртуальной доски. То есть много-много материалов у нас есть, и мы его прикрепляем на доску, и потом всем показываем и делимся. Ну, и для мозгового штурма это пригодится, для сбора информации, для оформления информации, многого-многого другого. Опять-таки, выбрала виртуальные доски с хорошими бесплатными тарифами, которыми можно пользоваться, которые я проверила. Их на самом деле много, этих сервисов. Я когда подбирала, я просто захлебнулась в обилие информации, потому что больше 20 нашла, и они все разные, возможности у всех разные, хотя они устроены очень похожим образом. Поэтому я постаралась отобрать, на мой взгляд, опять-таки. Ну, давайте смотреть. Итак, я их расположила по алфавиту, потому что они очень все разные, возможности у всех разные, поэтому сложно было их как-то сгруппировать, поэтому идем в алфавитном порядке. Итак, BitPaper. Что это за штука такая? А вот здесь мы можем немножко пошалить. Я вам сейчас дам ссылку такой доски BitPaper. Она открыта для регистрации, вы можете попробовать, посмотреть, удобно вам работать или нет. Вот ссылочка. Я пока буду рассказывать. Итак, Сразу смотрим тарифы. Здесь бесплатный тариф предполагает создание одной доски бесплатно в месяц. С одной стороны, кажется, что это как-то мало, а с другой стороны, если вы создаете аккаунт и долгое время в него не заходите, вам каждый месяц ваш аккаунт добавляют возможность новой доске. Вот я два года не заходила в BitPaper, подошла и выяснила, что у меня уже 24 доски можно создать. Это здорово. Так что советую присмотреться. Это хороший инструмент. Они не сокращали бесплатный тарифный план. Вот только одна доска в месяц – это единственное ограничение. Это инструменты, которые здесь предлагаются. Вам дается белое поле. Оно не бесконечное, это страничное, но с правой стороны, если вы по ссылочке пойдете, там есть кнопочки для добавления новых страниц. Что можно сделать на этой доске? Можно рисовать, писать, чертить линии разные. Можно обычные, можно по линейке, там даже есть транспортир, и можно какие-то градусы отмерять. Это хорошая доска для математиков. Ко мне часто обращаются, учителя математики спрашивают, какой инструментарий взять. Вот BitPaper здесь очень хорошо заточен под это. Здесь есть библиотека с математическими формулами. Вот эта вот штучка. Вот отсюда можно их брать. Можно писать, можно рисовать, можно тексты. Это вот все, что касается рисования. Что касается загрузки. Это мы идем в левую сторону. Здесь есть кнопочка загрузить файлы. Вот она вверху. Эта кнопочка позволяет загружать разнообразный контент. Вы можете прикрепить сюда какой-то документ. Я чего только не пробовала. И ПТФ, и презентацию. И многое-многое другое. Ничего не вижу по ссылке. Все английское. Но сервис англоязычный, да. Сейчас я попробую. У меня открылась доска. Все в порядке. Да, народ здесь во все резвится, что-то пишет. Внизу инструментарий. Вот я о нем как раз сейчас рассказываю. Нет, там вообще-то нет английского языка. Там очень всего. Там, если вы видите надписи «Гест», то это вот как раз в режиме онлайн-времени сейчас кто-то чего-то там делает. А сам инструментарий внизу и с правой стороны. Кнопочка «Загрузить файлы» позволяет загружать разные материалы. Итак, это может быть ПТФ-файл, это может быть презентация, текстовый документ, картинка может быть. Фон этой доски можно разлиновать. Опять-таки, для математиков можно сделать в клеточку, для учреждения русского языка в линейку. Можно белый, можно цветной, и какой угодно вплоть до точечек. Тут такая возможность тоже есть. Внизу кнопочка с плюсиком. Это кнопочка для приглашения к совместной работе. То есть вы можете пригласить авторов по адресу электронной почты, открыть доску для редактирования. И вашим соавторам не нужно будет никак регистрироваться. То есть они получат вот такую ссылку, как я вам сейчас дала, и они могут приступать тут же к работе. Есть опция «Закрыть доску». Если, например, урок закончен, и вы не хотите, чтобы больше трогали этот материал, или просто сами создали и хотите показать, то есть опция «Закрыть ее» для редактирования, и тогда никто не сможет ее никак переделать. Скачать ее можно в формате PDF, можно все целиком, можно отдельными страничками. Получить ссылку, ну, как я уже сказала, поделиться. Есть здесь опция, вот значок с телефончиком, вот этот, опция создания аудио-чата, но она платная. Вот все остальное здесь совершенно бесплатно. Вот. И у меня есть подробная обучалка по этому сервису, так что, если интересует этот инструмент, то, пожалуйста, в обучалке все более подробно описано. Идем дальше. Сервис ConceptBoot. Ну, здесь я просто дам ссылку на сам сервис, потому что у меня примера нет для этого сервиса, не нашла, и только-только его начала осваивать. Хотя много о нем пишут и много говорят. Сервис англоязычный, опять-таки. Здесь участникам вот так вот нельзя будет без регистрации работать. Здесь все через регистрацию. То есть мы даем ссылку для совместной работы, и участники должны зарегистрироваться. Что здесь можно сделать? Тут вот тоже такая вот площадка для закрепления разных файлов, для того, чтобы что-то сюда добавлять. Можно добавить аудио-видео. Вот оно, кнопочка для этого. Можно загрузить файлы. Вставить разделы, какие-то блоки. Они здесь почему-то перевелись как строительные, но это похоже на диаграмму нечто. Разные иконки можно добавить. Вверху инструменты для рисования, для написания текстов и комментариев. Дополнительно здесь есть возможность подключить чат. То есть здесь можно общаться в режиме реального времени со своими участниками, оставлять комментарии, делиться какими-то впечатлениями и так далее. Что касается ограничений. Здесь количество создаваемых досок никак вообще не ограничено. То есть их можно любое количество создать. Но уровень доступа до 50 человек. Ну, это вполне нормально. Если у нас класс 30 человек, то 50, в общем, вполне достаточно для класса. Уровни доступа здесь разные. Есть редактор, есть рецензент и есть читатель. Ну, с редактором и читателем понятно. А рецензент, он может редактировать контент, который здесь есть, но только свой. Он не может менять что-то чужое, не может там что-то стирать, убирать. Только свое, только то, что добавился. Вот такая опция рецензента. Ну, вот более подробная схема тарифных планов. Вот, пожалуйста, сейчас перед вами на экране. 50 участников, живая модерация. Демонстрация экрана здесь закрыта, но чат работает. Про чат я вам уже рассказала. Возможность добавлять комментарии и тому подобное. Что такое живая модерация? У этого сервиса есть инструмент, который называется модератор. То есть все участники, которые хотят что-то написать на доске, они это все пишут, а модератор, то есть создатель этой доски, то есть вы это все просматриваете. Допускаете на доску только то, что прошло ваш контроль. Не все подряд. Вот это называется живая модерация. Эту опцию можно отключать, можно подключать и ей пользоваться, если необходимо. В общем, неплохой сервис, он мне понравился. Попробую его более подробно освоить. Пока вот обучалка не моя, но достаточно подробная. Вот я и буду пользоваться для работы, чтобы его и дальше осваивать. Этот сервис, ну давайте еще порисуем. Сервис Draw Chat. Ну, Draw рисовать, поэтому это очень простая онлайн-доска. Совершенно простая. От вас вообще не нужно никакой регистрации. То есть вы можете создать доску без регистрации, и участники тоже на ней будут работать без регистрации. Вот ссылочку я в чат отправила. У каждой доски свой индивидуальный адрес, своя индивидуальная ссылка, которую вы раздаете тому, кому считаете нужным, собираетесь вместе и работаете в режиме реального времени. Вот так это все описывается на стартовой странице сервиса. Ну, а изнутри, если вы внутрь попадете, примерно будет выглядеть так. Странички добавляются внизу, вот здесь, с левой стороны. Ссылочка будет на первую страничку, но если вам маловато, то вы можете создать свою другую страницу внизу, нажав на вот этот значок со страничкой. Вверху инструменты для редактирования. Здесь есть ластики, ручки, маркеры, кисточки. Есть значок с картинкой. Загружать можно изображение с компьютера, но в формате JPEG. В формате PNG не загружаются картинки. Дальше. Есть разные формы и многое-многое другое для рисования. То есть здесь рисование, письмо, тексты писать и картинки загружать. Вот такая очень простая доска. Дополнительная опция, с правой стороны есть чат. Этот чат даже с видеокамерой. Это видеочат. То есть вы в режиме реального времени можете с участниками собраться, подключить веб-камеры, подключить веб-чат. Здесь даже внизу можно писать текстовые сообщения и общаться с помощью веб-камеры и микрофона. Правда, эта опция работает не всегда стабильно. То работает, то не работает. Но текстовый чат в любом случае функционирует. Поэтому если веб не подключилась, можно общаться через текстовые сообщения. Как я уже сказала, это вообще абсолютно простой сервис. Здесь ничего не нужно. Называется это анонимная доска для совместной работы. Вот этим все сказано. Готовую картинку здесь никак не скачать. Можно только ссылочку получить. Но можно скриншот сделать, если хотите это сохранить на компьютер. Вот так. А теперь посмотрим на наш отечественный сервис, который называется GetLocus. Опять ссылку даю на совместную работу. Там, правда, от вас попросят представиться. Любое имя или символы какие-то. Все. Вы попадете в мое личное пространство, которое я называла Seaviret. И вы будете отображаться в виде гостя. Вот такого. Вы можете на этой доске делать все, что хотите. Для этого есть набор инструментов. Если вы курсорчик наведете, вам подскажут, что есть что. Ну, а я немножко расскажу об этом пока. Итак, что можно сделать на этой доске? Доска здесь у нас не просто доска называется, называется пространство. Вот так вот. Вы можете в бесплатном тарифе создать три таких пространства и работать с учениками. Но сразу скажу, пригласить можно только до семи человек вместе с вами. То есть вы и шесть учеников. Вот поэтому сейчас по этой ссылке могут первые семь человек запросто запрыгнуть на эту доску. И все. Остальные туда уже не попадут и будут слушать все, что буду рассказывать я так. Но вы ссылочку можете себе сохранить куда-нибудь. Потом, когда вебинар закончится, попробовать. Итак, ну давайте по порядку. Что здесь возможно? Можно загружать картинки, можно загружать видеоролики, фигуры, тексты. Можно рисовать здесь, стикеры крепить. Разные стрелочки тоже присутствуют. Внизу есть кнопочка для добавления презентации в формате PDF. То есть инструмент этот был заточен для создания, для проведения онлайн-обучения, прежде всего. Но они очень сильно ограничили бесплатный тариф. И такому тарифу могут порадоваться, наверное, только учителя английского языка. Там не регистрация требуется, там требуется ввести имя. Если по этой ссылочке перейти, там попросят представиться. Как вас представить? И внизу кнопочка подключиться. Но сейчас уже все занято, все места заняты, там 7 из 7 уже работают. Поэтому вас могут уже туда не впустить. Для работы, для того, чтобы создать пространство, да, конечно, регистрация требуется. А для участников процесса вы посылаете ссылку, и они подключаются. Повторюсь, только 7 человек можно подключить вместе с вами. Платный тариф позволяет создавать до 15 таких пространств, и подключать туда в каждое до 25 учеников. Но это стоит от 525 рублей, насколько я поняла. Что здесь хорошего? Здесь есть еще возможность создать видеоконференцию. Прямо здесь. Вот внизу есть кнопочки для микрофона, для веб-камеры. Вы подключаете микрофон в веб-камеру, включаете и проводите урок. По сути, видеоконференцию. Здесь же, не отходя от нее, начинаете рисовать на доске. Здесь есть возможность включить демонстрацию экрана своего, его со своего экрана, что-то показать еще дополнительно. То есть здесь, по сути, уже получается такой полноценный онлайн-урок. В общем, хороший инструмент придумали, он хорошо работает. Все чудесно. Единственное ограничение здесь. Вот 7 человек. Создатели говорят, что если вы зарегистрировались, то можете в течение двух недель попробовать протестировать бесплатный доступ, который позволяет, приглашают до 25 человек. То есть попробовать платный тариф на две недельки. Если понравится, там потом уже перейти на него. Ну, вот такой вот немножко противоречивый сервис. Что можно в итоге получить? Можно получить ссылку на эту доску, такую, как я вам сейчас показала. Ну и на этом, пожалуй, все. Вот, пожалуйста, его у нас тарифы. Немножко я погорячилась, ну, это месяц, в месяц 200 рублей до 25 участников и 250 мегабайт для хранения медиафайлов. Ну, а вот стартовый тариф предоставляется бесплатно. 100 мегабайт для хранения и 7 участников в одном пространстве. Вот. Можно посмотреть, присмотреться, если понравится, то можно пользоваться. Не ту цену я называла, да, перепутала с другим сервисом. Ну, вот, 200 рублей в месяц стоит работа. Ну, в общем, неплохо все. Теперь к бесплатным инструментам опять вернемся. Сервис JumpBot. Это у нас разработка от Google. Он интегрируется в систему Google Meet. Это сервис для проведения видеоконференции. Он прямо внутрь Google Meet сейчас встроен. Но можно работать и отдельно. Нужен Google Аккаунт. В инструментарии Google Аккаунта ищем вот эту вот кнопочку, которая называется JumpBot и начинаем добавлять свои материалы. Ссылочку я вам в чат отправила. Тоже доска открыта для редактирования. Вы можете предоставить возможность вот такую редактировать всем, кто есть в интернете по ссылке, что я сейчас и сделала. Либо можете настроить доску только для чтения. Ну, как в любых документах Google. Здесь все то же самое. Доска у нас не бесконечная. Здесь есть странички. Новые странички добавляются вверху через вот эту кнопочку. Ну, а весь инструментарий находится с левой стороны. Вы можете писать ручкой, стирать ластиком, крепить стикеры, загружать картинки, рисовать круги разные, тексты. Ну, и есть возможность лазерной указки. Это если вы проводите видеоконференцию, что-то показываете, то вот такая опция здесь тоже присутствует. Из дополнительных опций можно фон выбрать и раскрасить в любой цвет, если захотите. В общем, это очень простой инструмент, очень функциональный, по-прежнему хорошо работает. Вы можете получить ссылку на готовую работу и сделать скриншот, если необходимо, каждой страничке, если хотите ее сохранить. Вот. И, по-моему, код здесь тоже есть, можно вставить на страницу сайта и блога. Очень простой, очень функциональный, абсолютно бесплатный, никаких здесь нет ограничений. Вот. Единственное, что мы здесь не увидим, это возможность добавлять киперссылки и видеоролики. Ну, и какие-то документы крепить, если вы хотите там презентацию, ПТФ добавить или еще что-то, то здесь вот, к сожалению, такого нет. Но для быстрой, простой работы это вполне функциональный инструмент. Вот еще одно веселенькое. Это сервис LinaEat. Это сервис, на котором можно писать тексты, но крепить их на стикеры. Вот сейчас на экране я вам показала пример использования этого сервиса. Это коллекция творческих работ участников конкурса. В одной из детских библиотек проводился конкурс, рисовали картинки, иллюстрации к повести Носова про Незнайку. И вот такую вот устроили коллективную выставку. То есть каждый участник свою картинку прикрепил как мог, подписал нас с помощью стикеров, и все это было сделано в режиме коллективной работы. Ну вот, пожалуйста, я вам ссылочку кинула на коллективную доску. Тоже сервис предоставляет возможность работать без регистрации. Это удобно, когда мы не требуем от участников дополнительно где-то регистрироваться. И с детской аудиторией это работает. Я могу показать, как я использовала этот сервис. Я собирала цитаты к роману «Отцы и дети». Про Базарова мы собирали цитаты. И чтобы нам было интереснее, я придумала вот такую виртуальную доску. Там участники писали, что они вычитали из романа на стикерах. Давайте покажу, чтобы можно было разобраться. Вот так выглядит виртуальная доска. С левой стороны вы увидите стикеры. Вот они. Это для написания текстов. Выбираете любого цвета из четырех. Открывается стикер. Вы можете вписать текст, добавить иконки, выбрать шрифт цвет, если хотите. Ну и нажимаем на кнопочку «Пост». И этот стикер появляется у нас на доске. Если вы не хотите, чтобы ваш стикер кто-то двигал и удалял, вы по центру можете курсорчик поместить вот сюда вверху. И появится такая вот кнопочка. Как знаете, на пробковых досках бывают кнопочки. Вот. Вы на нее нажмете и у вас стикер прикрепится с помощью этой кнопки и теперь никто, кроме вас, не сможет его сдвинуть. Вот. Такая маленькая хитрость. Дальше. Внизу есть еще несколько кнопочек для дополнительного контента. Вот эта кнопка добавляет картинки. Это видео с YouTube по ссылочке. Это добавляет, загружает документы. Причем я попробовала практически любые. Грузит и тексты, и аудио, и ПТФ, и презентации. Все мне удалось загрузить. и есть такая прикольная штука, называется прозрачный стикер. Вот. Не знаю, если он может пригодиться, но есть. Вот. Такая вот хорошая вещь. Можно, интересно, хорошо в детской аудитории заходит. Можно использовать в работе. И никаких ограничений тут нет. Абсолютно все бесплатно. Есть еще такая опция, как создание групп. Здесь есть возможность создавать группы. Вот сейчас работать над доской можно без регистрации. Если вы хотите создать какой-то класс, группу детей, там, не знаю, участников, коллектива, то есть возможность создать группу, но там уже нужно будет всем зарегистрироваться. Это будет ваша частная группа, и вы внутри нее можете создавать доски, на них помещать какую-то информацию, общаться на этой доске и тому подобные вещи делать. Вот. Хороший, неплохой инструмент, рабочий и очень непростой для освоения. Так что, если надо что-то быстро и срочно, то вот Леноид хороший вариант. Ну, мимо этого сервиса, конечно, не пройти. Это сервис Миро, о котором много пишут и говорят. Большая была дискуссия, то этот сервис ушел из России, то не ушел, то работает, то не работает. Я вчера зарегистрировалась обычным образом, все хорошо. В бесплатном тарифе можно создать три доски, даются базовые опции, дополнительно можно выбрать шаблоны. У Миро есть много-много разных шаблонов. Вообще, сервис такой очень функциональный, но немножко запутанный. Я пока его немножко побаиваюсь, поэтому о нем говорю так вскользь достаточно. На самом деле, он поддерживает очень многие форматы. На виртуальную доску можно вставить практически любой контент. Для работы совместной придется всем регистрироваться, поэтому я сейчас не могу вам предоставить такую ссылку. Но для просмотра вот, пожалуйста, пример доски Миро, которую создали очень красивую историю, такую визуальную историю о Сталинградской битве. Ссылочку я вам в чат отправила. Вот. Это сама доска так выглядит. Ее можно сделать на основе шаблонов. Там есть уже готовые какие-то варианты. Можно начать с нуля и попробовать самостоятельно оформить ее. Вот инструменты. К сожалению, она на английском языке. Может быть, немножко Google Переводчик здесь поможет. Но по пиктограммам в общем понятно, что здесь можно добавлять тексты, выбирать шаблоны, стикеры, формы, стрелки, маркер, текстовые заметки, рамочки разные. Загружать свой контент можно. То есть это могут быть картинки, какие-то документы, которые вы хотите разместить на этой доске. Ну и дополнительно, если нажать на кнопку со стрелками, мы еще целый список разных возможностей здесь увидим. Ну и из всего этого мне понравился вот этот вариант. Встраиваемые объекты по коду. Допустим, можно попробовать какую-то викторину здесь разместить. если у вас есть на нее код. Ну, например, в Ленин Эпс вы создали какую-то викторину и хотите ее сюда добавить, то это можно попробовать сделать. Вот. У меня получилось. Я не отвечаю за все сервисы. Может быть, строится что-то, а может быть и нет, но возможность присутствует. Экспериментировать можно. Ну, плюс можно таблички разные создавать, диаграммы и много-много всего другого здесь присутствует. Есть чат. можно подключить чат и пообщаться в режиме реального времени. Готовую работу сохраняем как ПТФ-документ. Можно код для встраивания получить, ссылку, естественно. Ну, и, конечно же, приглашать соавторов тоже можно. Здесь есть опция совместной работы. Что еще не сказала? Ну, в общем, все основное сказала. Ну, единственный недостаток, почему Миро не очень любят, потому что здесь нужна регистрация обязательно. Не все ученики хотят здесь регистрироваться. И немножко запутанная все-таки доска, не все здесь понятно. Ну, есть свои минусы, конечно. Но, в общем и целом, это одна из самых известных на сегодняшний момент виртуальных досок. Ну, давайте опять немножко пошалим. Еще один очень простой инструмент. Теперь уже речь пойдет об очень простом инструментарии, который быстро сделал, быстро поработал и быстро закрыл. Это сервис OU WhiteBot. Вот так он выглядит. Сейчас открыл окошко инструментария. Он позволяет рисовать и писать маркерами разных цветов, чертить прямые и кривые линии, вставлять тексты и картинки. Вот так описан этот сервис. Ничего лишнего, картинки, тексты. И все. Картинки загружаем с компьютера. Здесь дополнительно есть какие-то формы со стрелочками и кружочками. Ну, и ручка позволяет что-то здесь написать. Вот, ластик стирает, а это очищает нашу доску, отправляет ее в корзинку. Очень простая доска. Что здесь сказать? Не требует никакой установки приложений, достаточно выхода в интернет. Создаем доску, отправляем ссылку всем участникам. И работаем. Чата здесь, правда, нет никакого. Ну, для простой работы, какой-то, 7-минутной, быстрой, летучки, вполне себе нормальный инструмент, без всяких ограничений. Ну, вот она, наша любимица, Padlet. Тоже очень известный инструмент и очень любимый библиотекарем, насколько я знаю. Вот вам, пожалуйста, ссылочка на творческую работу библиотекарей. Это виртуальная выставка, созданная в рамках сервиса Padlet, книги-юбиляры 2018 года. Она актуальна сейчас. Так что вы материалы можете использовать в своей работе. Здесь рассказ о книжках-юбилярах, с буктрейлерами и с небольшими текстовыми комментариями, скажем так. Сделано это в сервисе Padlet, который позволяет представлять разного рода материалы. Сейчас я слайд переверну, покажу, какие. Ну, например, вот это моя работа. Это мы проводили в библиотеке творческий конкурс, читали отрывки из книг. И вот эти творческие работы я собрала на такой виртуальной доске. Сервис, сразу скажу, с ограничениями. Очень жаль, что всего три таких доски можно создать, но их можно скачать в формате PDF к себе на компьютер, сохранить. И вот все эти гиперссылочки, которые здесь могут присутствовать, они будут активными, рабочими. По ним можно будет переходить. И, допустим, этот видеоролик можно посмотреть даже в формате PDF. Вот это плюс. Сервис нам предлагает разные шаблоны для размещения материалов. Ни один сервис такого не дает. Здесь есть возможность создавать посты, скачать в формате PDF. Там есть кнопочка с правой стороны «Сохранить». «Сохранить». И там вам предлагают в формате PDF скачать бесплатно. Сервис на русском языке, там очень просто в нем разобраться. Я уже не стала эту кнопку скриншотить. Но она там есть с правой стороны, можно найти в настройках, если что. Ну, есть в крайнем случае обучалка, поэтому сервис там подробно написан. Итак, есть возможность постыра. Это вот все, что мы добавляем на доску, будет называться постами. В виде стены, то есть в таком порядке, в хаотичном немножко. Колонки, четко по колонкам, как в таблице. Можно лентой располагать, ну, как в социальных сетях, вероятно. Можно раскадровкой вот таким образом, рядами одно за другим. Можно в виде вообще хаотического какого-то беспорядка. Можно это сделать в виде карты и даже создать своеобразную ленту времени, если тоже возможно. То есть хорошие шаблончики для работы можно выбрать и поэкспериментировать. Итак, мы получаем уже готовое какое-то пустое пространство, на которое будем размещать контент. Доска здесь бесконечная, и вот этот контент можно здесь разместить. Записать видео с экрана, найти картинки в интернете либо загрузить, либо загрузить свои картинки, нарисовать что-то, вот кнопочка для загрузки, например, добавить ссылки, записать аудио, добавить видео с YouTube и даже местоположение какое-то, ну, если вы с картой, например, работаете. В общем, все основные возможности здесь бесплатные, практически без ограничений, за исключением того, что здесь только можно три доски таких создать. Выбираете вид контента, загружаете, допустим, картинку, она появляется на доске, вы ее располагаете в нужном месте, или, если вы выбрали шаблон, она самостоятельно куда-то располагается, ну, и переходите к следующему. Соавторы приглашаются по адресу электронной почты и точно так же, как и вы, могут стать редакторами этой доски и свои работы сюда размещать. Так что, чаще всего эту доску используют для демонстрации каких-то творческих работ, где каждый участник что-то сделал, смастерил и сам на этой доске разместил. Новая полезная опция, кстати, вот про то, чтобы скачать и поделиться, вот эта кнопочка со стрелочкой. Новая опция у сервиса это возможность просматривать контент в виде слайд-шоу. Вот эта кнопочка здесь появилась, и вы можете не просто доску листать, а сделать это как слайд-шоу, оно вам будет кусочками демонстрировать посты на доске, и так, может быть, даже удобнее и интереснее будет просматривать. Вот хороший инструмент, у меня, например, даже несколько аккаунтов создано в этом сервисе, потому что он мне очень нравится, и я не готова с ним расстаться всего лишь на трех досках, поэтому создала несколько аккаунтов, ими пользуюсь. Вот такой хороший инструмент. Про этот сервис меня попросили как-то на одном вебинаре рассказать, сервисы ВИЕ. Ну, давайте расскажу. Раз попросили, давайте. Итак, в общем-то, инструментарий здесь довольно небольшой, здесь можно создать три доски и пригласить три члена команды, ну, то есть, вместе с вами два соавтора еще могут работать. Вот, так что это только для небольших групп или для индивидуальной работы. Вот, это будет один общий проект, внутри которого можно создать три доски. очень простая доска здесь, небольшое количество кнопок, вот так они выглядят, можно тексты писать, можно рисовать, прикреплять контент, например, там, картинки грузить, либо какие-то материалы, там, PDF, может быть, загрузить. Есть какая-то библиотека, небольшая форма, можно текстовые заметки прикреплять. Запись аудио здесь платная, насколько я помню. Ну, и, пожалуй, на этом все. Для небольших проектов да, ВИЕ хорошо подойдет. Одно время они позиционировали возможности для учителей предоставления бесплатного тарифного плана без ограничений. Вот, это надо поискать в их группе, в ВКонтакте, работает это предложение или нет. Насколько я поняла, она работала в прошлом году. В этом не знаю как. Но, опять-таки, поскольку я библиотекарь, мне это предложение не грозит, поэтому, ну, просто неплохой сервис для небольшой работы, скажем так. Вот, все, что могу о нем сказать. Ну, и еще немножечко осталось, давайте опять порисуем. Это тоже простой сервис без регистрации. Тоже такая доска для рисования, где соавторы могут работать просто зайдя по ссылке. Давайте покажу. Она на английском языке. Вам откроется белое вот такое пустое пространство. Внизу инструменты. Они очень маленькие. Здесь у нас можно рисовать, можно писать текст и стирать все это ластиком. Вот, четыре кнопочки, ну, линии можно еще нарисовать. И все. Ну, это такая простенькая доска для текстов и рисования. Ничего суперского нет, но зато она без ограничений абсолютно бесплатно работает. Вот, готовую работу вы можете в формате картинки скачать себе на компьютер, если захочется. Вот. Ну, и вот этот сервис, они все очень похожи между собой даже по названию. WhiteboardChart. Ссылочку сейчас вам тоже кину на доску. Итак, здесь есть опция бесплатный преподаватель. Она позволяет создавать 10 виртуальных досок. В общем, очень неплохо. Правда, каждая доска здесь живет только 7 дней, но этот период можно продлить. Вот. Бесплатный тариф не дает возможности для проведения аудио-видеоконференции, но зато есть возможность совместной работы и без ограничений. Она русифицирована, можно переключить язык русский вверху, и кнопочки находятся с левой стороны. Если понажимать на стрелочки, откроется список всех возможностей. Ну, например, самая любимая наша кнопка с загрузкой позволяет загружать файлы из компьютера, из Google Диска, фото, аудио, видео. Видео только выбираем небольшие, с компьютера грузить достаточно тяжело будет. можно рисовать, можно писать, для этого эти ластики, тексты, карандаши, и все что угодно. Неплохой инструмент, мне по крайней мере понравилось, к тому же зарусифицировано, почему бы не поработать. Здесь есть возможность создавать разные математические уравнения и формулы, можно вставить с YouTube по ссылке в видеоролик, если необходимо. сервис можно создавать, доски можно создавать даже без регистрации. То есть, ни от вас не нужна регистрация, ни от участников. Очень здорово, на мой взгляд. Ну и ограничения, вот единственное, что 10 досок можно создать. И последний на сегодня сервис про виртуальные доски называется ZidePod. Здесь тоже три доски общие с авторов неограниченное количество. Можно добавлять заметки, картинки, импортировать это все в формате PDF или как картинку скачивать. Традиционный формат, ничего сверхъестественного, все очень вполне себе в рамках всех остальных сервисов. Ну вот, пожалуйста, ссылочка. Здесь нужно будет зарегистрироваться, здесь так не получится без регистрации поработать. Ну, давайте смотреть. Здесь весь инструментарий находится с левой стороны. Кнопочка Insert позволяет добавлять картинки PDF, MP3 и многое-многое другое с компьютера загружается. А вот эти кнопочки позволяют добавлять стикеры, писать, чертить и стирать. Кнопочка Invite позволяет добавлять соавторов, приглашать их по электронной почте и им тоже придется зарегистрироваться. Ну, экспорт это экспортирование нашей доски как картинки или как PDF. Кнопок здесь немного, в общем, достаточно просто разобраться и, в общем, тоже неплохой инструмент. Ну, вот такой небольшой обзор. Оставляю вам ссылки на сервисы, оставляю вам обучалки, примеры, все внутри презентации, уже потом самостоятельно вы можете совсем познакомиться, все попробовать и выбрать для себя то, что вам понравится. Ну, а мы в заключении перейдем к презентациям. Тоже достаточно кратко расскажу, потому что про каждую можно целый вебинар. Я отобрала несколько сервисов, к сожалению, многие сейчас стали либо недоступны как Canva, либо стали платными как Beautiful, поэтому вот что осталось. Давайте посмотрим. Ну, Google презентации. Хороший инструмент для создания совместных презентаций. Очень любят этот инструмент на портале Вики Сибириада. Сейчас я вам ссылочки кину. Вот это, например, коллективная работа, где каждый создавал свой слайд и где собирали коллекцию игр народов России. Разные пятнашки, догонялки и тому подобные вещи. Каждый участник должен был какую-то свою игру предложить и ее правила написать на своем слайде. А вот это, например, создавали коллективный сборник лучших книг для детей и подростков. Такой коллективный список в виде презентации. Сервис Google Slides или Google Презентации абсолютно бесплатный, ограничений никаких нет. Вы можете импортировать слайды из PowerPoint и наоборот экспортировать это в формате презентации или в формате PDF. Можно даже как картинку или текст. Единственное, необходим Google Аккаунт для работы в этом сервисе. Вот так выглядит шаблон для работы над презентацией. Здесь все достаточно просто, на русском языке напоминает PowerPoint. Вверху инструменты для того, чтобы редактировать объекты и добавлять новые. Здесь есть несколько макетов, ну вот, через кнопочку макета они открываются. Можно выбрать темы для оформления, их тут не очень много. Внутри темы уже прописан и шрифт, и какое-то общее оформление. Вы можете загрузить свои слайды из PowerPoint и сделать их основными для оформления. Такой тоже можно. Что еще из возможностей здесь присутствует? Можно, как в обычном PowerPoint, добавлять переходы между слайдами, даже скорость. Опять-таки, переходов здесь не так много, как в PowerPoint, но есть такая возможность. Что еще? Любой объект мы можем анимировать. Щелкаем по нему, выбираем раздел анимации и выбираем опцию анимации. Таким образом мы можем его анимировать на появление, на исчезание, такие движения сделать. И дополнительно через кнопочку вставки, что можно вставить внутрь презентации, картинки, тексты, аудио. Аудио добавляются только из Google Диска. То есть сначала вам придется на свой Google Диск его загрузить, а потом уже сюда вставлять. Видео можно из YouTube добавить, ну, фигуры из библиотеки, таблицы и теограммы создаются прямо здесь же внутри презентации разных типов, либо можно из Google Таблиц их экспортировать, импортировать. Ну, вот в целом, в общем, здесь все очень функционально и все не очень сложно, потому что на русском языке. Дополнительная возможность у этого сервиса есть возможность настраивать внутреннюю навигацию. Ну, вот покажу ее на примере вот такой виртуальной выставки. То есть мы нажимаем на книгу на этой выставке и отправляемся на тот слайд, где рассказывается об этой книге. То есть вот каждая обложечка, она становится такой гиперссылкой, которая ведет внутрь самой презентации. Это очень удобно, если вы создаете такую сложную презентацию из нескольких разделов, там, и это вам понадобится. Это делается достаточно несложно. Для этого есть опция гиперссылки. Вообще, вы эту ссылочку можете прикрепить к любому тексту и к любому объекту, но эта ссылка может быть внешняя на какой-то веб-ресурс, а можно ее сделать внутренней. Ну, например, я выбрала обложку книги, выбрала опцию ссылка и выбрала опцию слайда в презентации. А дальше я просто из списка выбрала нужный слайд, куда должна вести эта ссылка. Так, внутри презентации можно устраивать внутреннюю навигацию и делать более интересным просмотр. Дополнительные, совместные работы. Здесь есть возможность писать комментарии. Вот эта кнопочка для добавления комментариев. И через кнопку настройки доступа мы можем приглашать соавторов и тоже выставлять им уровень доступа. Это может быть просто читатель, это может быть соавтор, ну, пожалуй, по-моему, все, да, и комментатор, да, третий вариант комментатор. Ну, как я уже сказала, презентацию можно опубликовать в интернете, и тогда мы получим ссылку и код, чтобы встроить ее куда-нибудь. Ну, и скачать можно и ПТФ, вернее, Пауэрпоинт сюда загрузить внутрь. Причем вы можете импортировать вообще полностью презентацию Пауэрпоинт с компьютера, а можете отдельные слайды только внутрь вставить для работы. Ну, вот, пожалуйста, так выглядит окошко для приглашения. Всех, кого вы приглашаете, вы им, мало того, что даете доступ, еще, когда им придет предложение, они должны будут завести себе Google аккаунт, если у них его нет. Вот, в этом случае они смогут вместе с вами соавторами стать. Вот такая вот возможность. Вот. Если Google сервис по каким-то причинам вам не нравится, либо просто не разрешают им пользоваться, такое тоже бывает, есть его хорошая альтернатива, называется Зоха Шоу. Это не такой известный инструмент, но по функционалу он практически полностью дублирует Google, а то иногда и лучше. Возможности абсолютно такие же. Импорт, экспорт, анимация, есть шаблоны, есть возможность добавления картинок и видео, и коллективная работа тоже присутствует. Я вам ссылочку кинула на очень свою простую работу, в которой я просто взяла слайды из PowerPoint и загрузила их внутрь этого сервиса. А вообще здесь возможностей намного больше. Недавно сервис перевели на русский язык. Вот так выглядит функционал его. Тоже все очень похоже на PowerPoint. Вверху кнопочки для добавления разного контента, тексты, мультимедиа, вот здесь картинки и видео добавляются, фигуры, таблицы, диаграммы. С левой стороны добавляются слайды, галерея позволяет нам выбрать шаблон для оформления, ну и дополнительные настройки выплывают у нас справа. Здесь мы можем выбрать тему оформления, показывать презентацию как слайд-шоу и вверху кнопочка для предоставления доступа. Вот так выглядит такое рабочее поле. В отличие от Google сервиса, здесь очень большое количество разных красивых шаблонов для оформления. Причем они даже рассортированы. Есть шаблоны с лентами времени, есть слайды со сравнениями, есть слайд с картинками, с цитатами, финальный слайд, стартовый слайд и тому подобное. Внутри каждого раздела есть еще разные красивые примеры. В этом смысле, я не говорю, что он полностью может вам заменить канву, но у него очень хорошие дизайнерские появились разработки слайдов. Это хорошо, это мне понравилось. Ну, вставляем любой слайд, добавляем его через кнопочку вставить и работаем, его редактируем. Ну, например, вот я с цитатой выбрала слайд, что здесь можно сделать? Можно поменять его макет, то есть, как в PowerPoint, здесь все дублируется, можно перекроить на свой лат и вкус, поменять шрифт, цвет, размер, все что угодно, здесь все присутствует. Кнопочка анимация позволяет анимировать любой объект на вход, на выход и даже на движение по экрану, как в PowerPoint. Если вы делали анимацию, то здесь примерно такая же история. Что касается добавления разных объектов, вот тексты, например, посмотрите, какую красоту здесь придумали, не просто текст трех видов, а есть в рамочках, там в каких-то выносках, со звездочками, с флажками и тому подобное. Так что здесь можно выбрать. Вот кнопочка для добавления мультимедиа. Например, я посмотрела, как добавить аудио, нажимаем на кнопку добавить и загружаем с Google диска. Либо можете самостоятельно записать тут же в режиме онлайн свою озвучку, например. Картинки можно грузить с компьютера, с Google диска, из интернета, видео с YouTube. Есть дополнительная возможность вставить так называемый гаджет. Точнее, это встраиваемый объект по коду. Например, презентацию какую-то вы создали, получили код и вставили внутрь. Это все работает. Ну, вот всякие разные красивые диаграммки здесь тоже в разных видах и фигуры, и смарт-элементы, и силуэты. В общем, если сравнивать Google слайды и этот сервис, то этот больше за красоту. У него очень хорошо прописаны дизайны, всякие красивости, анимации и тому подобное. Google это все-таки более функциональный сервис, он очень быстро и просто делает. Здесь вы можете потратить время на вот такие вот разные штучки. Выбор шрифта, межсрочного интервала, отступы, наступы, я не знаю, начертания букв, оформления фигур и так далее. Здесь тоже есть возможность добавлять гиперссылки на какие-то веб-страницы и на слайды внутри. Тоже делать внутреннюю навигацию, между слайдами делать ссылки. Такая возможность есть. А это вот красивая анимация, как в PowerPoint. По прямой есть какие-то завитушки, есть изогнутые линии. Даже можно свой собственный путь начертить у объекта, чтобы он по экрану какими-то зигзагообразными путями двигался. Вот она, анимация на вход, на выделение, на выход и на путь по экрану. Все очень подробно здесь прописано. Есть тоже переходы между слайдами, их здесь достаточно много. В этом смысле Зоха опережает Google в плане оформления точно. Доступ дается через кнопочку Доступ. Да, мы приглашаем соавторов, мы можем здесь же опубликовать и мы можем провести целое слайд-шоу. Это показ своей презентации для удаленной аудитории. Ну, то есть, по сути, как, знаю, но это скорее не видеоконференция, а просто вы ее выставляете для открытого доступа и для просмотра. Скорее всего, так. Вот я с этой опцией не очень хорошо разобралась, здесь надо разобраться и почитать, но от что это публикуется, это точно, вы получаете ссылку и код и приглашение соавторов по электронной почте тоже работает. Ограничений у сервиса нет, он абсолютно бесплатный, только аккаунт свой не забрасываете надолго, если вы больше года в него не заходили, вам будут присылать по электронной почте уведомление, что надо туда зайти, иначе его удалят. Вот такая есть только опция. Ну, а в целом очень хороший инструмент, мне он понравился. Вот, спасибо за комментарий, тут ссылочку нам дали на работу, можно посмотреть, как использовали в работе этот сервис. Готовую презентацию тоже можно скачать к себе на компьютер в разных форматах, как обычную презентацию, как слайд-шоу, как PDF или как картинку. Ну, и то же самое можно сделать наоборот, загрузить сюда PowerPoint и поиздеваться над этой презентацией с помощью ЗОХа. Хороший сервис, что что-то скажешь. Есть возможность комментирования, если вы совместно участников пригласили, они могут вам писать комментарии. Есть такой своеобразный чат, с которым можно общаться. Ну, и еще к более чудесному давайте перейдем в сервис Prezi или летающие презентации. У них немножко отличный функционал, это презентации, которые работают по принципам анимации и приближения, удаления. То есть, здесь как таковых нет слайдов, здесь все в движении. То есть, вас кидают от одного слайда к другому. Ну, опять-таки, слайды здесь очень условные на самом деле. Ну, вот примерчик. Это, например, виртуальная выставка, которую я когда-то делала, рекомендации наших читателей. На каждом таком кружочке книга, обложка и описание книги отзыв читателя о ней. Как здесь будет работать сервис? Сначала он покажет стартовую часть, а потом вы будете перелетать от кружочка к кружочку, рассматривая каждую книжечку и читая текстики. Вот в чем суть. Сразу скажу, что этот сервис не дружит с Mozilla и Firefox. Он просто не будет работать или зависнет. Хорошо работает в Google браузере и в Яндекс.Браузере. Вот что я поняла с ним. Сервис англоязычный. У него есть ограничения. Он позволяет сейчас создать не более трех таких интересных презентаций. Раньше их можно было скачивать, сейчас уже нет. Сейчас мы можем только получить код и ссылку, чтобы их куда-то встроить. Вот так выглядит стартовое окно после регистрации. Мы выбираем шаблон. Здесь много красивых шаблонов, начиная от поздравительных открыток и заканчивая разными деловыми обучающими шаблонами. Они здесь все отсортированы. Можно выбрать конкретно для обучения, например. Просмотреть и выбираем шаблон. С этого начинаем. Ну, например, мне упоминался с айсбергом шаблон. И вот каждый кружочек это отдельный слайд. Слайды прописаны слева. Вверху кнопочки для оформления Style. Эта кнопочка позволяет выбрать оформление, если вам синенькая гамма не нравится, вы можете поменять фон, поменять кружочки на квадратики и выбрать другой цвет, шрифт. Логотипы это платная опция. Дальше. Кнопочка Insert позволяет вставлять разные объекты, ну и шея соответственно делится и приглашать с авторов. Три кнопки всего очень несложно здесь разобраться. Вот Insert я открыла. И здесь можно практически все за исключением комментариев. Комментарии это платная опция, все остальное можно. Здесь можно добавлять целые блоки, тексты, картинки загружать с компьютера, иконки, анимацию, из PowerPoint слайды грузить, рисовать фигуры, стрелки, загружать документы PDF, аудио добавлять, диаграммы видео с YouTube, ну, водяные знаки, если хотите, тоже есть такая опция. Нажимаем на нужную кнопочку, откроется окно для загрузки, а там уже по ситуации что называется. Если видео нажмем, там откроется окошко, куда нужно вставлять ссылку на видеоролик. Если имидж нажать, то откроется окошко для загрузки картинки. Если нажать стрелочку, откроется список всех стрелок, которые можно выбрать. В общем, смотрим, выбираем. Здесь есть библиотека картинок, вот она с правой стороны, можно что-то выбрать из этого. Например, для фона какую-то картинку выбрать. здесь из бесплатной библиотеки представлены. Еще есть такая опция, как создать видео. Правда, это не презентацию переделать видеоролик. Это вы подключаете свою веб-камеру и микрофон и озвучиваете эту презентацию. Можете со своим изображением, можете просто с голосом. Сохраняете эту запись как видеоролик и делитесь со своими читателями. Вот такая опция называется Prezi Video. Ну и наконец поделиться. Кнопочка Share. Она позволяет получить ссылку, сделать видеоролик. И вот кнопочка Collaborate позволяет приглашать за авторов. Количество за авторов здесь не ограничено. Вы можете любое количество пригласить. Они должны будут зарегистрироваться и получат доступ к вашей презентации. В общем очень красивый такой впечатляющий сервис, красивые работы получаются. Для представления какого-то проекта это очень необычно смотрится на каких-то мероприятиях. Так что можно взять на вооружение. На мой взгляд. Вот так выглядит окошко для приглашения. Вы можете выставить доступ только для просмотра, для комментирования или для редактирования. Чуть ниже есть кнопочка для получения кода. Здесь хотя он так немножко сложновато смотрится на первый взгляд, но работать по шаблону на самом деле не так уж и сложно. Главное разобраться что есть что и потом уже можно создавать какие-то свои красивые работы. Но мимо этого сервиса тоже никуда не деться. Сервис Дженниэли, о котором я много говорю, был целый вебинар посвящен этому сервису у меня в прошлом году на портале Директ Академия на Ютубе можете найти, если вам интересно. я поэтому немножко вкратце просто расскажу об основных возможностях. Сервис Дженниэли позволяет создавать неограниченное количество презентаций с использованием картинок, аудио, видео, встраиваемого контента. Можно добавлять интерактивные метки, которым прикреплять дополнительную информацию. У сервиса есть более 40 разных уже готовых бесплатных шаблонов, но можно с нуля начать. Дополнительные возможности есть анимации и несколько других мелких фишечек я по ходу вам их покажу. Итак, шаблоны здесь платные и бесплатные. Чтобы разобраться, выбираем опцию Free бесплатная. Платные помечены вот таким желтым огонечком. Смотрим, выбираем, открываем, начинаем работать. Так выглядит слайд презентации. Весь инструментарий находится в левом столбике. Можно добавлять тексты, картинки, из библиотеки элементов что-то взять у сервиса, разные красивые фигурки, рамки и тому подобное. Есть целые смарт-блоки, что называются, тоже очень красивые. Можно загрузить свой контент, выбрать фон и добавить новую страницу. Вот, пожалуй, все основные инструментарии здесь есть. Открываем любую вкладку и тут еще ряд дополнительных возможностей. Чем-то чуть-чуть напоминает канву. Ну, чуть-чуть совершенно. Дальше. Картинки загружаются с компьютера либо из библиотеки сервиса, но она здесь очень маленькая, поэтому только на компьютер надеемся. Ну, вот, пожалуйста, ресурсы, разные стрелки, формы, диаграммы и тому подобное, иллюстрации, которые предоставляет сервис. А вот кнопка «Вставить». Вставлять можно видео по ссылке из YouTube, встраиваемый объект по ссылке или по коду. Можно записать аудиозапись, добавить, то есть подключить микрофон и сделать озвучку. К сожалению, загрузить свое аудио нельзя, это платная опция, но вы можете что-то в режиме онлайн записать. Вот. Ну, что еще сказать? Фон остался у нас. Фона здесь два, они очень необычные эти фоны. Давайте я вам ссылки кину. Что-то я про ссылки забыла. Буду хвастаться своими работами. Так, это презентации я делаю с помощью этого сервиса виртуальные выставки. Вот первая ссылка это про мурманские атомоходы, если вам интересно эта тематика. Ну, а вторая ссылка это про мурманского поэта. Виртуальная ссылочка. Вот, пожалуйста, можете любую посмотреть, как там внутри все устроено и как это все работает. Итак, фона здесь два, вот это основной подложка и слайд непосредственно свой. Вы можете выбрать как цвет подложки, так и цвет основного фона. В качестве фона загрузить даже картинку либо добавить ее по ссылке. Ну, кнопка pages добавляет новые страницы, как в PowerPoint. здесь все очень просто. Странички можно копировать, менять местами, удалять. Самая интересная кнопочка интерактивные элементы. Она позволяет добавлять вот эти вот меточки на сами слайды. о каждой метке можно крепить контент. Какие-то тексты, переходы, ссылки и тому подобные материалы. Это очень удобно, получается такая многослойная презентация за счет этого. Вот, например, к одной такой метке можно прикрепить всплывающее окошечко, то есть наводишь курсор на метку, открывается какое-то окно. Либо надо щелкнуть, и тогда откроется окно побольше. Можно сделать переходы на другой слайд, либо переход на какой-то другой веб-ресурс. Интерактивным на самом деле можно сделать не только эти метки, но любой объект, который вы на слайд добавили, можно тоже сделать интерактивным. Например, картинку можно прикрепить к ней такую интерактивность, открыть изображение на весь экран. То есть по картинкам можно щелкать, вот по моим атомоходам можно пощелкать и открыть изображение на весь экран. Ну, про аудио говорить не буду, это платная опция, поэтому опущу, ее, вот эти вот основной контент, давайте я вам окошечко покажу для примера. Вот, например, всплывающее окошечко, сюда мы можем написать какой-то текст, небольшой, правда, там не больше 250 знаков помещается, ну, окошечко маленькое, если хотите большой, то выбираем Windows. Дополнительно можно вписать туда ссылки, грузить картинки, видео с YouTube, таблицу добавить и даже встраиваемые объекты прикрепить через вот эту кнопочку. Вот, спасибо большое за работу, я старалась. Вот, ну, то же самое касается Windows, все то же самое, только Windows, оно может быть маленьким, большим и очень большим. таким образом мы добавляем еще такую многослойность. Что еще умеет Google? Он умеет добавлять анимацию к любому объекту, к метке, к картинке, к тексту, анимация на вход, на выход, на движение, на наведение курсора мышки и на клик мышки. Мы можем выбрать, например, движение объекта вправо-влево, вверх-вниз и эффект появления. Там увеличение, фокусирование, будет вылетать, перекручиваться и тому подобное. По умолчанию все эффекты отключены. Но если хотим, мы можем еще вот анимировать все, что посчитаем нужным. Переходы между слайдами здесь тоже есть, и они тоже настраиваются в разделе Transition Style. Ну и еще маленькая опция. Мы можем отключить вообще переходы между слайдами. То есть по умолчанию там есть стрелочки справа и слева от слайда к слайду листать, как стандартная презентация. Здесь есть возможность эти стрелки отключить и сделать навигацию как на сайте. Внутри сделать много-много кнопочек и по этим кнопочкам читатели будут нажимать и переходить между слайдами. Это будет как микросайт. Эта опция так и называется микросайт. А еще можно сделать слайдшоу, когда слайды будут перелистываться автоматом. То есть здесь очень хороший функционал, здесь очень много возможностей, поэтому Genial по-прежнему остается номер один пожалуй в деле создания презентации. После того, как мы создаем какую-то работу, ее публиковать придется, после этого уже нам будет доступна опция Collaborators, то есть мы можем подключить других соавторов. По адресу электронной почты через кнопочку Invite мы их подключаем, им нужно будет тоже зарегистрироваться, и вы совместно можете что-то вместе делать. Спасибо большое за организованного человека. Если интересно, я в конце вебинара расскажу, как мне это удается. Итак, последний на сегодня инструмент, я надеюсь, вас не слишком замучило, это сервис Свай, хочется всегда рассказать много-много всего, что я знаю, не всегда помещаюсь во время. Это хороший бесплатный инструмент от сервиса Microsoft, и для работы в нем нужно завести учетную запись Microsoft. Кстати, если у вас не пиратская версия, скажем так, рецензионная версия Microsoft, у вас этот сервис может быть в программах, и с ним можно работать офлайн без интернета. Поищите в программках, если у вас Windows десятка стоит или одиннадцать, он может быть у вас уже в компьютере присутствует. А вообще он как веб-версия тоже работает, он абсолютно бесплатный, позволяет создавать презентации, и не только в формате презентации. Вот эту ссылочку я вам дала, здесь должна быть презентация, а вообще ее можно просматривать как статью, то есть из презентации сделать статью. Вот пример статьи. сервис на русском языке, он абсолютно бесплатный, здесь есть уже готовые оформительские решения, здесь нам не нужно вручную каждый шрифт, каждую буковку редактировать, здесь нам уже предлагают какой-то набор элементов для оформления нашей презентации. Мы можем загрузить свою PowerPoint. вот у меня была презентация по книге «Брестская крепость», я ее загрузила и мне сервис каждый слайд вывел отдельной картинкой, а я их могу потом отредактировать. просмотреть то, что получилось, можно в режиме «Конструктор». Если мы хотим редактировать, то переходим в режим «История». Изнутри это выглядит так. Каждый элемент презентации будет отдельной карточкой выходить. То есть первая карточка, например, название презентации и какую-то картинку. Картинку можно сделать фоном. У сервиса есть большое количество уже готовых картинок, их можно взять, можно загрузить с компьютера. Далее переходим к новому слайду, добавляем новую карточку через плюсик и выбираем. Например, у нас текст и картинка. Сюда грузим картинку, здесь пишем текст. Внутрь можно добавить ссылку. Что касается мультимедиа, добавлять можно картинки с компьютера, видео с ютуба, звук по ссылке можно добавить, встраиваемые объекты, презентации какие-то, викторины и тому подобное. Дополнительная опция группировка, она позволяет создавать фотогалереи в виде сетки, в виде сравнения, когда две фотографии, что было, что стало, вот такой вариант. Ряд, это когда у нас ряд картинок будет как, знаете, карты в колоде перекидываться с одной стороны на другую, вот что-то подобное. Ну и просто стандартное слайд-шоу на основе картины, которые вы загрузите. Вот. Выбираем, добавляем, сохраняем. Все очень тоже просто, функционально, чем-то Google напоминает по функциональности. То есть все основные элементы есть, и оформление очень простое. Вот. Далее, после того, как мы все это создали, сохранили, мы переходим в раздел поделиться. Здесь мы получаем ссылку, получаем код для встраивания, и вот есть опция пригласить людей для либо просмотра, либо для изменения, то есть с авторами их сделать. мы выбираем второй вариант, копируем ссылку и рассылаем нашим соавторам. Им тоже придется завести эту учетную запись Microsoft, и это тоже приступить к работе. Вот. Так здесь все работает. Тоже достаточно просто, функционально, я подробную обучалку написала про этот сервис, так что, если заинтересует, заходите. Сразу скажу, что здесь самое сложное, это завести себе учетную запись. долгая регистрация, на несколько вопросов надо отметить и так далее. Но после того, как вы все завели, вы можете работать, и все это будет очень интересно. Ну, вот, пожалуй, все на сегодня, что касается виртуальных досок, карт ментальных и презентаций. Я вам напоминаю, что презентацию можно скачать, если она вам нужна, там внутри есть обучалки и примеры виртуальных досок, ментальных карт и презентации, так что заходите, пользуйтесь. Как всегда, приглашаю вас в группу ВКонтакте, если вы еще не вступили, вступайте, там интересно. И одноименный канал в Телеграм, они друг друга дублируют, кому как интереснее, кто ВКонтакте, кто в Телеграме читает, так вы всегда будете в курсе новостей, будете получать интересную информацию про информационные технологии. Вот, пожалуй, на этом все. Во вкладке вопросы я ничего не увидела, если у вас есть какие-то вопросы, минутку подожду. Был вопрос про то, как я все успеваю, но я стараюсь все успевать, не всегда все получается, конечно же, но в общем мне нравится это дело, поэтому, наверное, как-то и успеваю. Да, человек я организованный, стараюсь как-то организовать свою работу, чтобы побольше успеть, побольше записать. Вот, не все получается, но стараюсь. А так, в общем, особых каких-то секретов нет. Да, если нравится, заходите в блок розоветров север, там все последние мастерилки мои, именно мои. На этом тогда я буду с вами прощаться, всего вам доброго, поздравляю с наступившим праздником, или с наступающим, как правильно. До новых встреч, через две недели мы опять с вами увидимся, накануне 8 марта, это 6 марта будет, насколько я помню, вебинар, и будет посвящен новым форматам, поговорим мы с вами о форматах, которые называются флеш-карточки, на каком-то вебинаре меня спрашивали про него, вот, про флеш-карточки поговорим, про комиксы поговорим и про рабочие листы. Можно по сервису Сутори вопрос, если вы успеете написать, напишите, пока я не ушла, если не успеете, то пишите на электронную почту. У меня сегодня по Сутори уже в почту пришел один вопрос, так что я буду над ним думать. Спасибо вам большое за внимание, берегите себя, сейчас это самое главное, и до новой встречи через две недели. Может, вы вебинар по организованности проведете. Ну, я подумаю над вашим предложением. Хорошо, спасибо за предложение, я буду думать. Вопрос появился. А, про Сутори все тот же. Так, ну, тогда пишите уже тогда по адресу электронной почты, чтобы никого не задерживать. до новых встреч. Надеюсь, камера когда-нибудь у меня все-таки заработает, и мы увидимся. Продолжение следует... Спасибо.